Сегодня годовщина смерти Олега Табакова. Как изменилась жизнь близких мэтры за прошедший год? Марина Зудина рассказала о том, что никогда не сможет смириться с уходом мужа. Актриса сравнивает жизнь после похорон с существованием в параллельной реальности, она старается улыбаться на публике и иногда по работе выходит в свет. Но в душе ее терзают переживания. Поймите, никакую потерю нельзя забыть. Можно только научиться с ней жить. До сих пор больно, когда вспоминаю ушедших в мир иной дедушек, бабушек, тетю, дядю, которые воспитывали меня. Что уж говорить о мужчине, с которым на протяжении 35 лет я была счастлива, говорит Зудина. От грустных мыслей Марина спасается чтением, общением с друзьями и работой. За последнее время у Зудиной и у ее сына, Павла Табакова, состоялись громкие премьеры. Марина стала звездой нового проекта Константина Богомолова под названием «Содержанки». А Павел представил сразу две работы. В фильме «Табол» режиссера Игоря Зайцева актер сыграл Петра Ремезова, а в детективном телесериале «Мертвое озеро» он исполнил роль местного полицейского. Табаков младше и до этого пользовался большой популярностью у девушек, а после выхода Табола на широкие экраны их сердца оказались окончательно разбиты. Вот только сам не такой влюбчивый и в этом он не похож на свою маму. Вообще, общаюсь с разными девушками и юношами нынешнего поколения и заметила такую вещь, далеко не все влюблены, сколько себя помню, то с 12 лет не переставала испытывать данное чувство, цитирует Марину Старкит. По словам актрисы, в ближайшее время не стоит ждать, что Павел жениться. Свадьба пока не входит в его планы.